Привет, друзья! Сегодня я буду показывать вам вечерний гардероб и рассказывать про секреты вечернего гардероба. Дело в том, что я знаю не понаслышке о том, что именно с парадно-выходной капсулой у многих возникают большие проблемы и сложности. Знаю я это потому, что почти каждую неделю я посещаю театр и вижу, какие ошибки совершаются из раза в раз и за счет чего не получается выстроить свой грамотный красивый выходной гардероб. Поэтому сегодня я частично покажу вам свой вечерний гардероб и расскажу, на каких принципах он строится. Первое прекрасное приобретение для вечернего гардероба это, конечно же, брючный костюм в черном цвете. Нет, разумеется, могут быть и альтернативные цвета, но именно черный цвет в принципе по классике считается вечерним. Он великолепно, очень насыщенно смотрится именно в вечернем искусственном освещении. Ну, например, костюм темно-синего цвета или альтернативных оттенков, он будет тоже хорошо смотреться, но уже не настолько торжественно. Вдобавок, если вы носите такие украшения, как бриллианты или просто какие-то сверкающие серьги, например, подобные украшения на черном фоне также смотрятся более выигрышно и более интересно. Сейчас я показываю образ с брючным костюмом на себе, и это мой любимый брючный костюм. У меня на самом деле их много, потому что это те вещи, которые я ношу чаще всего в своем гардеробе. Но вот этот черный костюм я ношу именно на выход, потому что у него широкие брюки актуального покроя со стрелкой, тонкая драпирующаяся шерсть, которая очень красиво струится, и потому что у этого костюма в принципе правильная фактура, которая будет хорошо смотреться и в повседневном гардеробе, и в вечернем в том числе. Эта фактура без излишнего блеска, но при этом она и не совсем матовая. Но и самое главное, что у костюма очень актуальный покрой, поэтому он смотрится абсолютно современно. Для того, чтобы доработать этот образ, я добавила к нему трикотажный топ, и здесь тоже нужно на это обращать внимание, что когда вы надеваете костюм вечером, то тогда нужно добавлять необычную футболку или необычный топ-майку, которую мы носим летом, а это должен быть топ с какой-то изюминкой. В данном случае изюминка в виде выреза. Здесь глубокий квадратный вырез, который также делает этот образ более интересным и более вечерним. Также на месте этого топа мог бы быть еще топ из шелка, и шелковая фактура еще усилила бы нам эффект вечернего настроения. Сюда я могу добавить, например, вечерние туфли или туфли более базовые. Но на этот раз я надеваю более базовые, потому что вечерние я покажу вам немножко попозже, как они будут смотреться. Под базовыми я подразумеваю вот такие вот кожаные лодочки. Ну, естественно, если на улице холодно и вы не можете выйти даже до такси дойти в туфлях, то тогда сюда прекрасно встанут ботильоны. Например, ботильоны-чулки будут незаменимы в вашей вечерней капсуле. И еще один элемент этой вечерней истории — это клатч. Очень стильная, очень современная форма, которая также добавляет нам изюминку в этот образ, но при этом он делает таким его не слишком торжественным. Если бы мне захотелось сделать торжественное настроение, то тогда я взяла бы сверкающую сумку или сумку из лаковой фактуры и обувь с какими-то интересными вечерними элементами. Еще одна палочка-выручалочка, которая сможет дополнить ваш вечерний гардероб или вообще создать его — это нарядный жакет. Вечерний жакет, который полностью, например, расшит стеклярусом или пайетками. Или он выполнен из металлизированной фактуры, или он сделан из шелковой фактуры, или из бархата. Или, как в моем случае, это бархатный жакет, полностью сверху расшитый стеклярусом и пайетками. И еще здесь сделан такой интересный узор. Мне очень нравится надевать его сверху на образы в стиле Total Black, то есть у меня будут, например, широкие или узкие брюки, также черный топ и сверху нарядный жакет. Эту историю можно либо усилить за счет еще интересной акцентной сумки или взять сюда более базовую сумочку. Также этот образ я дополняю в этот раз ботильонами, но в зависимости от того, какая погода, сухо или не сухо на улице, могли бы быть и туфли из предыдущего образа. Еще одна вещь, которая станет незаменимой в вашем вечернем гардеробе, это жакет-смокинг. В моем случае это вот такой смокинг с шелковым лацканом и приталенного покроя, за что я его люблю вдвойне, потому что мне очень нравится сочетать его с более широкими брюками, создавая такой красивый, приятный силуэт песочных часов. Однажды я обязательно хочу приобрести себе легендарный жакет-смокинг от Yves Saint Laurent. Именно с него и началась история вечерних брючных костюмов в женском гардеробе. До этого момента, до того, как Saint Laurent создал женский вечерний смокинг, было невозможно себе представить, чтобы женщина пришла вечером в ресторан, например, в брюках. В этом образе я также использую широкие брюки со стрелкой. Я предлагаю застегнуть приталенный жакет для того, чтобы еще больше обозначить вот этот силуэт песочных часов. Сверху жакет у меня по-прежнему надет на черный трикотажный топ, который я использовала в предыдущих образах. Обувь я здесь предлагаю заменить как раз на вечернюю, такую же сверкающую, которая будет очень красиво перекликаться с сумочкой. Отдельно хочется сказать про верхнюю одежду, которую я использую в этом образе. И это роскошная эко-шуба от бренда Only Me. Only Me – это этичный бренд одежды, который использует только этичные материалы. Эко-кожа, эко-мех и переработанный хлопок. Я знаю, что многие боятся, что эко-шубы не согревают зимой, но здесь как раз тот самый случай, когда эта шуба не только восхитительно выглядит, но еще и по-настоящему функционально для зимы, так как здесь используется специальный технологичный утеплитель Walterm – легкий, тонкий, но отлично сохраняющий тепло. И я уже тестировала эту эко-шубу на улице, поэтому точно могу сказать, что в ней не холодно. Специфика утеплителя в том, что он состоит из сот, которые отводят влагу и поддерживают комфортный микроклимат, то есть он не пропускает холодный воздух, но и в то же время в транспорте или помещении в этой шубе не сгораешь от жары. И это тоже могу подтвердить, так как сейчас использую ее в помещении для своей съемки. Ссылку на шубу я оставлю в описании к данному видео. Я абсолютно уверена в том, что она вам понравится, потому что для меня это одна из фаворитных позиций верхней одежды на данный момент. И как раз для выходного, вечернего гардероба, ну разумеется, и не только для повседневного тоже, она выглядит просто роскошно. Ну и помимо того, у бренда есть еще масса интереснейших позиций, которые я показывала также и в альтернативной соцсети. Поэтому по промокоду Воронцова я хочу подарить вам скидку минус 10% на все коллекции бренда Only Me. В этом сезоне очень модно ставить акцент в нижней части тела. И делается это за счет фактуры. Это могут быть, например, полностью кружевные брюки или сетчатые брюки, или сетчатые и украшенные стразами. Ну или, как в моем случае, это могут быть брюки из шелка или брюки, блестящие с люрексом. Сверху эту историю я дополняю оверсайз блейзером. И в принципе, как раз такие вот акцентные брюки и дополняются оверсайз удлиненным блейзером для того, чтобы прикрыть бедра. Ну и в данном случае я прикрываю еще и живот, так как топ там тоже достаточно открытый и короткий. Поэтому за счет удлиненного блейзера, такого немножко мужского кроя, получается в буквальном смысле уравновесить эту историю. Также в этом образе по-прежнему участвуют мои вечерние туфли. И получается здесь такое вот красивое пересечение по фактурам. И обратите внимание, что, например, жакет из моего первого образа сюда бы уже меньше вписался. Тот жакет, который был у нас с брючным костюмом, так как там фактура уже такая менее вечерняя. Но здесь жакет из глянцевой ткани, он выглядит как шелковистый, как из шелка. Поэтому вот эта шелковая фактура перекликается с фактурой с люрексом. И получается хорошая комбинация. Вообще в том, что касается вечернего гардероба, именно выбор правильных фактур и их сочетание внутри одного образа является одним из ключевых. И продолжая тему фактур, скажу, что, например, сумка кожаная из матовой фактуры здесь бы уже смотрелась тоже менее уместно. Еще одна вещь, которая точно выручит вас при планировании вечернего выхода и действительно может стать для вас необходимой и незаменимой, особенно в том случае, если вы не хотите простраивать полноценную вечернюю капсулу одежды. Достаточно иметь хотя бы хорошие шелковые блузы. Но здесь я рекомендую обратить внимание на два фактора. Это ее фактура и ее цвет. Все-таки шелковая блуза должна быть достаточно качественной для того, чтобы эта фактура смотрелась дорого, а не дешево. Ну и в данном случае очень хорошо выручает цвет. Например, классические тона, такие как черный, белый, молочный, темно-синий или, как на мне, цвет шампань, они априори смотрятся более дорого, чем, например, если вы будете выбирать шелковые блузы ярких тонов. Шелковую блузу я сочетаю с альтернативными черными брюками. Я еще сегодня не показывала. И также я дополняю этот образ золотистыми ботильонами, которые перекликаются по цвету с блузой. И здесь уже я использую клатч из первого образа, потому что блестящая сумочка на фоне этих фактур будет смотреться не так удачно. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вам понравился мой вечерний гардероб. Это не все комбинации, которые я могла бы вам показать, но я показала свои самые любимые сочетания, а также поделилась секретами построения базового вечернего гардероба. Ставьте лайки, если вам нравятся такие видеопримерки, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч, друзья!